Осенью 2016 года американское разведсообщество обнародовало первую информацию о вмешательстве России в американские выборы. Тогда президент Барак Обама объявил персонами Нонграда 35 российских дипломатов. Также был закрыт доступ к российским дипломатическим дачам в штате Мэриленд и Нью-Йорк. Через полгода последовал ответ Москвы. Из страны выслали 755 сотрудников американского посольства. Так началась дипломатическая война, не утихающая по сей день. Среди последних решений Кремля запрет посольству США нанимать сотрудников среди россиян. А также выход из меморандума об открытой суше. Документ позволял дипломатам свободно совершать поездки по России, говорит экс-сотрудник посольства США в Москве Ховард Стоффер. Я приехал в посольство США в августе 1991 года. Это все еще был Советский Союз. Но уже осенью СССР распался. Многие запреты были сняты. Все стало открытым. Я мог путешествовать по всей России. Мы открыли консульство во Владивостоке. Я не думаю, что нынешние ограничения скажутся на подготовке к саммиту. Но мы, безусловно, движемся в неправильном направлении. Подготовкой саммитов первых лиц и занимаются на уровне правительств. Нехватка рук в посольстве вовсе не значит, что работа по самым важным направлениям двусторонней повестки прекратится. Однако расставлять приоритеты дипломатам все же приходится. К сожалению, для обычных россиян одно из последствий решений российских властей запретить гражданам работать в посольстве заключается в том, что это существенно усложняет оказание визовых услуг россиянам. Они не могут получить визы. В то же время Пайфер отмечает, что быстрой нормализации работы дипломатов ожидать не стоит. Полагаю, это вопрос дальней перспективы. Некоторые переговоры, например, о стратегической стабильности будут проходить на уровне российской и американской делегаций, которые будут встречаться где-то в Европе. Переговоры, если они последуют примеру переговоров по СНВ, могут, допустим, проходить в Женеве. Посольства, безусловно, тоже вовлечены. Но как только такие переговоры стартуют, они проходят по отдельным каналам. В последние годы обострения отношений двух стран прекратили действие сразу несколько важных соглашений в сфере безопасности. В частности, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также соглашение об открытом небе. Сегодня возможность возобновления диалога по вопросам стратегической стабильности. Главная ставка на переговорах Путина и Байдена. Впрочем, на этом оптимизм многих экспертов заканчивается. Как отмечают многие обозреватели, отношения достигли низшей точки за десятилетия. Возможно, не самой низкой в истории, но крайне плохие. Я думаю, ситуация отличается от холодной войны, особенно в последние 20-30 лет, когда был общий интерес не допустить военной эскалации. Сегодня же мы имеем дело с лидером России, который во что бы то ни стал намерен переложить вину за все проблемы на США и Запад. И несмотря на его слова в интервью NBC о стабильности и предсказуемости, мы не думаем, что это действительно то, чего он хочет. Среди других тем, диалог по которым возможно, обозреватели называют вопросы глобальной пандемии и изменений климата. В администрации накануне визита заявили, что не хотят конфронтации с Москвой. Однако эксперты не сомневаются, Байден затронет самые острые темы двусторонних отношений, кибербезопасность, вмешательство во внутренние дела США, а также российскую агрессию в Украине. В данном случае это не конфликт, а сигнал о возможных последствиях за подобные действия.